Девчонки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет про мои покупки, которые я совершила в недавнем времени. Если вам интересно такого рода видео, то прошу вас, оставайтесь со мной. Первое, с чего я начну, это, конечно же, любимая Victoria's Secret. Заказала я себе блеск очередной, просто 153 по счету. Действительно, у меня очень много блесков именно вот Victoria's Secret. Но я вам хочу сказать, что я люблю только вот эту серию. Во-первых, потому что она дает очень красивый оттенок на губах. То есть, если обычные стандартные блески, они такие, знаете, более полупрозрачные, они не окрашивают, не перекрывают тон ваших натуральных губ, то вот эти вот блески, да, вот в таком, кстати, оттенке у меня, они оставляют, даже после того, как блеск уходит, они оставляют очень красивый оттенок на губах. Мне очень нравится. Поэтому я стала яро поклониться именно такого варианта блесков от Victoria's Secret. Что касается этого блеска, немного я завысила свои ожидания в первую очередь, потому что он все-таки, знаете, немного холодный оттенок, конечно же. Он немного прозрачный. Все остальные блески из этой серии у меня и было, это мой четвертый блеск, в общем, они были перекрывающие. Этот он оказался такой, знаете, холодный, с блестками, на губах он такой вот. Я думала, что он больше будет с него уходить, такой, знаете, ягодно-темно-смородиновый оттенок. Но как-то нет. Но, тем не менее, все равно он очень приятно пахнет, хорошо ложится на губки. И для лета, да, вот для пляжа, я думаю, оставлю его именно на эту пору. Просто супер. И такой вот у меня парфюмчик. Это у нас Бомшел. Я его купила, честно вам признаюсь, на барахолке. Что такое барахолка? Это страница в Инстаграме, где люди просто выставляют свою косметику, которая либо им уже не нужна, либо они купили и разочаровались. Там запахи, как это было в моем случае, и все остальное. Это такой мини-аромат, мини-парфюмчик. Именно я хотела такой вот с носиком для того, чтобы носить в сумочке. Честно вам признаюсь, что когда я слушала этот аромат в магазине Victoria's Secret, мне он не особо понравился. Я искала себе что-нибудь такое свежее, что-нибудь такое летнее. Он для меня немного тяжеловат был. Но потом, когда я увидела этот аромат, и девочка выставляла всю продукцию Victoria's Secret, всю новую, то есть это и спреи, и лосьоны, я не смогла удержаться. Я увидела, что у него есть этот аромат, и я решила, что пускай будет. Цена у него была абсолютно смешная. Поэтому я решила себе взять и абсолютно не пожалела. Аромат, да, конечно, он, наверное, не на лето, не на жаркую погоду. Но вот сейчас просто идеально. Запах такой сладковатый, свеже, фруктово-цветочный. Вот так вот бы я его описала. Но мне нравится. Вы знаете, вот сейчас два моих фаворита. Это Victoria's Secret и Guerlain. Также могу иногда и в Saint Laurent Opium. Но он уже сейчас отходит, так как у меня начинается какая-то аллергия с приходом теплого времени суток. Поэтому я все-таки стараюсь использовать такие штучки, как безумно стойки. Кстати, я его наношу на запястье, на зону ушек. И абсолютно он держится до самого вечера. Поэтому смело могу вам посоветовать. Следующая моя покупка – это такой очень красивый набор. Посмотрите, какая шикарная коробка. Просто я прям кайфую. Коробка от Guerlain. Запах Mon Guerlain. И в состав набора у нас входит такая вот тушь и аромат 50 мл Mon Guerlain. Начнем с того, что когда я послушала этот аромат в магазине, мне понравился Mon Guerlain Floral. Или Florel, как правильно, я не знаю. Это, вы знаете, более такой пудровый запах, более такой женственный запах. Да, он тяжелее, да, он слаще. Да, возможно, он не на лето, но мне он безумно понравился. Но так как я была с мужем, и он тоже активно выбирал парфюм не только себе, но и мне, он сказал, что он отротительно пахнет и он тяжеловат. Я с ним, конечно, уже согласилась, но взяла себе на заметку. Обязательно куплю его уже, когда поеду в магазин сама, потому что это нереальный запах, как по мне. Может, конечно, да, действительно он тяжеловат, и он на зиму, но он обязательно должен быть у меня. Сейчас вам покажу поближе. Вот так вот лаконично это все дело выглядит. И почему я взяла этот набор. Мне посоветовала консультант в магазине, так как стоимость данного парфюма была одинакова вместе с таким набором. То есть смысла покупать его по отдельности не было. Она мне предложила взять, это было на выбор набор с тушью, либо набор с лосьоном для тела. И что хочу сказать, тушь абсолютно полноразмерная. Я ей еще не пользовалась. Она вот так вот выглядит. Кстати, она пахнет буквально так же, как парфюм. Я не знаю, возможно, это такой вот, у меня еще не было, кстати, туши от Герлен, я не пробовала. Будет очень интересно попробовать. Я безумно довольна. Простите. Так, что хочу сказать по поводу духов. Они нереальны. Вот, девочки, действительно, я подсмотрела этот парфюм у Насти. Настюш, привет тебе большой. И я просто не смогла пройти мимо. Еще до того момента, вот, да, я видела рекламу, но как-то, ну, Герлен и Герлен. Мне нравится черное, маленькое черное платье, но особого ликования и восторга у меня нет. Просто аромат как аромат, да. Ну, что-то можно, но это не совсем такая вот любовь первого взгляда. Здесь же было совершенно все наоборот. Я влюбилась в этот аромат. Вот, но еще раз повторюсь, что все-таки мне больше понравилась версия флораль. Лично на мой нос, на мое обаяние, на обоняние, вернее. Поэтому, да, флакончик здесь лаконичный. Я не очень люблю такие флаконы. Мне больше нравится, когда есть цветовочки, какие-нибудь такие, знаете, украшения. Но в целом это все, я же повторюсь еще раз, очень лаконично, гармонично и красиво для глаза. Поэтому я обязательно попробую тушь. Сейчас закончу свою новую и обязательно буду пользоваться. Далее, раз уж мы уже затронули тему туши для ресниц, покажу вам свою новинку. Это такая вот тушь Total Temptation. Это, я так понимаю, новинка. И ее особенность в том, что она имеет аромат кокоса. Перед тем, как ее брать, я почитала отзывы на Майкапе, еще на Айрекоменде. И отзывы были достаточно противоречивые. Кто-то писал, что она отпечатывается на верхнем веке. Кто-то писал, что запаха никакого ярко выраженного нет. Кто-то писал, что ресницы с ней вообще никакущие. Кто-то просто пел оды и говорил, что она лучшая тушь на всем белом свете. Что касается меня, я пробую уже в течение нескольких недель. Так вот это дело все выглядит. Запах, да, действительно кокоса, но такого, знаете, химического кокоса. Насчет кисточки. Я не совсем люблю такие пушистики. То есть мне больше все-таки нравятся такие, знаете, силиконовые кисточки. И у меня есть пару тушей, которые я себе записала в хотелке. Я обязательно их потом попробую, когда прибью уже все свои запасы. Это тушь от Givenchy, знаете, такая с круглой кисточкой туши в Saint Laurent Babydoll. Хочу очень попробовать. Ну, в общем, как-то так, да. Эта тушь, знаете, такая неплохая. Она больше подойдет девочкам, у которых коротенькие ресницы, потому что она дает такой, знаете, эффект длины, длинных ресничек, но абсолютно не пушистых. То есть объема от нее ждать не стоит. Хотя заявлено, что это такая объемная тушь. Но я не увидела лично на своих ресницах. Далее. Далее мы переходим к расчесочке. Я приобрела такую вот расческу. Честно говоря, я приобретала ее в профессиональном магазине Beauty Pro. Я не знаю, это Tangle Teaser, не Tangle Teaser. Коробку я выкинула, честно говоря, я особо не заморачивалась. Я ее протестировала в магазине. Именно по свойствам щетины. И мне понравилось. Знаете, это такой массажный вариант. У меня как раз все мои расчески. Вот Tangle Teaser Angel. Обычная версия, компактная версия. Они мне уже как-то вот, честно сказать, либо вот эти вот штучки затупились, да, щетина. Либо просто они уже такие у меня старушки. Либо их часто менять надо, я не знаю. Но я решила взять эту расческу такого классного яркого цвета. Насчет антистатического эффекта. Я ничего не могу сказать, потому что волосы у меня, в принципе, редко когда становятся такими, да, обзъерошенными. Поэтому ничего вам не могу сказать по этому поводу. Но прочесывает она очень-очень хорошо. Подходит для влажных волос. Именно не для мокрых, а для влажных. Поэтому вот могу вам посоветовать. Если где-нибудь наткнетесь, то попробуйте. Далее покупки люкса. Да, у меня еще были. Это такие вот румяшки от Givenchy Prisma. Так вот они выглядят. Также подсмотрела видео у Насти. Вот они так вот выглядят. И я, честно говоря, очень довольна для меня. Это румяна на весну. Вот этот оттенок розовый при смешивании с этим оттенком дает такую очень деликатную розовинку, я бы сказала. То есть вы не будете, знаете, как матрешка смотреться. Вы просто будете иметь свежий цвет лица. То есть, ну вот как-то так. Листочка тут такая. То есть все очень красиво в стиле Givenchy. Такая вот очень классная штучка. Вот это у меня оттенок романтика. Давно хотела себе эти румяна. Колебалась между бежевыми, по-моему, 22 оттенок, четверочка и вот этими. Все-таки решила взять эти, потому что бежевых у меня очень-очень много, а таких у меня, в принципе, не было по цвету. Далее переходим к покупкам по уходу. И хочу начать из своей хотелки, которую я безумно хотела. Я увидела это средство у одного известного блюти-блогера нашего украинского. Это такие вот жемчужины от Nivea, омолаживающие 50+. Девочка, которая, можно сказать, рекламировала эти жемчужины, ей 30 лет. У нее хорошая, в принципе, кожа. Она заявляет, что она не делает уколы. И, в принципе, я ей могу поверить. Я не повелась на рекламу. Я обязательно читаю отзывы. Даже если какой-то раскрученный блогер рекламирует какое-то средство, я 10 раз почитаю, посмотрю, принюхаюсь к нему. То есть, ну, это такое из ряда вон выходящее, чтобы я побежала что-то и купила моментально. То есть, все равно я тестирую, я наношу текстуру. И решила, я увидела отзыв на это средство. То есть, девочка очень хвалила этот продукт от Nivea. Ну, конечно, Nivea мне не совсем нравится. Я не люблю их крема, они мне забивают поры. Но я решила попробовать эту серию Anti-Age. Это такая вот жемчужная сыворотка, очень красивая. То есть, смотрите, как она круто выглядит. Когда ее выдавливаешь на ручку, все эти жемчужинки смешиваются, и у вас просто обычная сыворотка с таким сияющим эффектом. Я наношу ее и утром, и вечером. Она, конечно, не такая вот, как флюид от L'Oreal. Она более плотная, она более тяжелая. Она дольше впитывается. Поэтому, если вы рассчитываете нанести эту сыворотку, побежать скорее наносить макияж, или просто даже выбежать на работу, то это не этот вариант абсолютно. То есть, он достаточно минут 5-10. Как по мне, это долго впитывается. То есть, нужно подождать. Но для меня это не критично. Я с утра особо никуда не спешу. Вечером тоже, поэтому я люблю уделить время такому этапу по уходу за лицом. Поэтому я безумно довольна. Я нашла по офигенной цене. То есть, я смотрела и на розетки, смотрела на мейкапе, смотрела в Ашане, смотрела в Еве. И хочу вам сказать, что ценовая политика этого средства 400 гривен в среднем. На розетке самая дешевая цена это 350 гривен. Но вы учитывайте, что нужно посчитать доставку. В Ашане это средство стоило 400 гривен в отделе косметики. В Еве 370. На мейкапе 420, но со скидкой за 380. И, внимание, я нашла в Лотосе за 300. Вы представляете, по-моему, дисконту 300 гривен. То есть, так оно стоит 320, с дисконтом ровно 300. Поэтому, если у вас в городе есть сеть магазинов косметических Лотос, то обратите свое внимание. Я забрала последнюю сыворотку. И хочу еще сегодня побежать в другой Лотос, посмотреть, может, там есть. Закупить себе про запас, потому что цена просто супер. Эффект мне очень нравится. И меня абсолютно не смущает, что там написано 50+, 60+. Плюс профилактика должна быть всегда. Поэтому смело могу вам посоветовать. Далее. Купила я себе вот такой вот скрабик с тирамису. Честно говоря, я его еще даже не нюхала. Пахнет классно. Пахнет каким-то пирожным. Очень сладкий запах. Честно говоря, я не совсем люблю солевые скрабы, но в последнее время я их распробовала. Вы знаете, цена 1,5 доллара, либо 45 гривен. Это просто очень дешево. За такую банку, за такой аромат. Вот с манго, честно вам скажу, мне не особо понравилось. Этот запах мне пока нравится. Не знаю, как он будет раскрываться на коже, но мне нравится. Это такое, знаете, очень термоядерное очищение. Я такое люблю. Я люблю скрабировать кожу до красноты. Мне это доставляет несомнительное удовольствие. Поэтому тоже обожаю. Далее. Увидела новинку. Также подсмотрела видео у Насти. Аромат манго и цветы ванили. У нас, к сожалению, представлено вот именно без соли алюминия, только в таком вот вкусе. Аромат манго и цветы ванили. Все. Больше нет. А там с ананасом Настюша показывала. Как бы такого нет. Ну, нашла. Хапнула, как говорится. И все. Буду пробовать. Ну, и взяла в догонку масочки. Они сейчас, опять же, на акции. Всего лишь 28 гривен. Это... Да, это... Доллар. Практически ровно доллар. Поэтому взяла две масочки. Пускай буду иногда такие делать. Все, девчонки. Это были все мои такие покупки, которые я совершила за последнее время. Я все хочу сесть на косметическую диету, но, к сожалению, у меня пока это слабо выходит. Но я буду исправляться. Спасибо за то, что вы меня смотрели. Буду рада любым вашим комментариям. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok